Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, мои дорогие друзья, прошли выходные, и я хотела бы с вами поделиться своими проведенными выходными продуктивными днями. Ну, во-первых, домашние дела никто не отменял, поэтому мы тут немножечко готовили вкусняшек. Ну все, глядя на эту картину, я уже точно созрела для того, чтобы связать коврик для фени. Она не упускает ни единой возможности, чтобы полежать на вязаных изделиях. И не важно, что это будет. И вы знаете, я недавно наткнулась на мастер-класс Оли Прилудской, который она сняла аж года три назад. А, я только сегодня его увидела. Коврик, связанный крючком. Вот, вы знаете, такой а-ля бабушкин коврик. Вот я его и свяжу из остатков. Остатки у меня растут. Конечно, остатки можно пустить на носочки, но мне так надоели носки. Вы просто себе не представляете. Поэтому я решила остатки пустить на бабушкин коврик. А здесь я напекла пирожки капустой. Вот я половинку съела, попробовала. Вкусный, ароматный. Тесто прям бабушкина-бабушкина. У меня бабушка была замечательная хозяюшка. Тесто у нее было одно из самых лучших. Ей очень часто заказывали пирожки, пироги на поминки. И вот я по бабушкиному рецепту пеку пирожки. Дрожжевое тесто. Ничего в нем обычного нет. Необычного, вернее, нет. Ну, вот. Красота. Такие пирожки получаются. Мягкие, воздушные. Скрипучие такие, с хрустящей корочкой. Ой, прям. Приятного всем аппетита. Вот. Ну, а теперь про вязание. Так. Ну, во-первых, во-первых, наконец-то я сняла мастер-класс на варежки. Он уже вышел сегодня. То есть сегодня воскресенье. И я вам сняла уже видео мастер-класс. Кто просил, как вязать сразу две варежки, я там показала. Вот такие замечательные варежки у меня связались. Индийский клин. Сразу две, как я люблю. Две варежки на мэджик-луп. Вяжем. В общем, кто хотел мастер-класс, проходите, смотрите, вяжите. Мне нравится идея с индийским клином. Я люблю индийский клин. Он мне кажется очень таким эргономичным, что ли, как-то сказать. Ну, вот видите, у нас же пальчик вот так ходит. И индийский клин повторяет полностью наш пальчик. Ну, мне кажется, классная идея. Вот. Это первое, что я сделала за выходные. Это сняла мастер-класс. Как вы знаете, вязание... Ну, чтобы снять мастер-класс, ты не столько вяжешь, сколько устанавливаешь камеру, настраиваешь свет и так далее, и так далее. Ну, блогеры меня поймут, а остальным, ну, наверное, не обязательно, да? Знать такие тонкости. В общем, не столько вяжешь, сколько все это занимаешься монтированием и, в общем, съемкой видео. Ну, все. Теперь уже мастер-класс есть. Я отчиталась. Галочку проставила. Я это сделала. Ура-ура. Тем более, этот мастер-класс очень ждала моя дочка Катя. Кстати, варежки были связаны для нее. Пряжа очень пушистая. И я думаю, она теперь сама может вязать такие варежки. Это пряжа Аура. Она вот прям воздушная-воздушная. Помните, я себе такие варежки вязала в две нити, а дочери сейчас связала в три нити. Потому что у них в Перми там частенько бывают ветра. Ну, и чтобы ручки не продувало, я надеюсь, я очень надеюсь, что пушок немножечко забьет поры в петлях. Вязала я на спицах 2 мм, то есть очень тоненькие спицы брала. Ну, и думаю, что не будет продуваться. Все. Теперь мастер-класс на канале есть. Дочка в любой момент может себе связать такие варежки. Вязала я на ее руку. Поэтому вот. Первое мое то, что я сделала. Потом дальше свое январское утро. Здравствуй, Феня. Так, мы сейчас будем возлежать на мягких, теплых изделиях. Ну да. Ну, как же иначе. Мы должны это сделать, да? На белом, на белом джемпере. Вернее, это пуловер, а не джемпер. Да, укладывайся. Да, вот молодец. Январское утро. Мой, 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 мой. Мой, кто это? Кардиган-накидка? Наверное, да, кардиган-накидка. Я начала вязать, так, так, вывязывать горловину. То есть я уже прошла 168 рядов у меня вот тут. Вот тут у меня 168 рядов. И отсюда я уже вывязываю горловинку. Она будет немножечко такая. Видно, не видно будет сейчас. Так как у меня сверху пойдет еще обвязка, будет обвязка, то здесь мне не надо было резко вот так выходить на горловину. А мне надо как бы больше лодочкой. И вот все глубже, глубже я ее делаю. Еще до конца я ее не углубила. Это все сожмется, убавится. Ширина такая, не смотрите, что она очень широкая. Она схлопнется после стирки. Образец уже это показал. Сейчас это смотрится очень разряженно, так сказать. Ну, в общем, вот. Вот, начала вывязывать уже горловину по спинке. Вывяжу горловину и потом опять прямоугольником закончу. Вот этим я занималась. Мои дорогие друзья, вы меня спрашивали сайт, где я покупала эту пряжу. Но могу вам сказать, что пряжи такой уже в наличии на том сайте нет. Я боюсь вам рекламировать сайты, в которых я еще сама не сильно знакома. Все магазины, которые я вам рекламирую, я в них уверена. На сегодняшний день я в них уверена. Они меня не подводили. С этим магазином я пока еще знакомлюсь. А раз я с ним только знакомлюсь, я не могу вам его рекомендовать. Поэтому прошу прощения, я не говорю, из какого это магазина. Это пряжа Perseo Cotton. Фирму я опять, как всегда, забыла, какая это фирма. Но могу сказать, что здесь состав альпака 28%, хлопок 30%, полиамид 28%, меринос 12% и эластан 2%. Ниточка в тысячи метрах, вернее в 100 граммах тысячи метров. Нитка замечательная. Ой, ну я вам ее уже в каждом ролике показываю, да. Но на самом деле великолепная такая нитка. Вот такой формат у нее. Вот. Буклин, какая-то мини-букле, да. Ну смотрится в полотне прям просто великолепно. Это такая мякушка, девочки. Это просто вот, ой, прям вообще, наверное, хоть на голое тело надевай. Но я вот решила сделать из нее такую накидочку. Сейчас она вот такая, достаточно длинная. Но тоже после стирки чуть схлопнется. Будет именно того размера, который мне нужен. Но все увидим потом. Конечно же, я вам все покажу, все расскажу. В общем, вот. Пока только отчитываюсь, что этот процесс я тоже продвигала. Продвигала вчера в субботу весь вечер. Сидела, когда устала после варежек. И решила, что подвину этот процесс. Так, ну и... Фень, дашь мне кофточку? Дай, пожалуйста, мне кофточку, Феню. Давай поменяемся. Я тебе дам свое январское утро. А ты мне дашь. Или Ленин джемпер. Можно я поменяю тебя вот так? Садись сюда. Вот. Обиделась и ушла. Ну ладно, придешь. Так. На чем мы остановились? На Эвелинином джемпере. Я, как вы помните, здесь неудачно сшила плечи. Я их перевязала. Полностью распарывала оба. Перевязывала. Сейчас меня все устраивает. Плечи мне нужно, чтобы они были вот такие эластичные. Я не закрывала их обычным. Ну, то есть, по открытым петлям делала, чтобы добиться вот этой эластичности. Эластичность мне нужна для того, что когда я вот здесь буду привязывать рукав. А рукав у меня будет имитацией вточного. Спущенный рукав, да? Вот отсюда из проймы буду набирать, вывязывать головку небольшую и, в общем, дальше шуровать. И мне нужно, чтобы вот здесь шов не тянул, чтобы он вот растягивался на неопределенное количество вниз сантиметров. То есть, мне нужен такой эластичный шов. Я не стремилась сделать шов неэластичный. Ну, вот так вот он смотрится вполне приемлемо. Связала я, как вы видите, обработку горловины. После этого я его постирала, потому что мне нужно было убедиться, когда вяжешь обработку горловины, все вот здесь вот стягивается, вот так вот стоит комком. Я стираю всегда, выпрямляю и смотрю, насколько горловина растянута. Здесь у меня на манекене все это сушилось. Вот так вот это сошьется, будет вот такая V-образная горловина. Так, неправильно я сделала, по-моему, будет это вот так. Женская сторона, по-моему, вот это. Да ведь, девочки мои дорогие? Вот так. Вот такая будет горловина. Горловина как бы с запахом. Такую Велина пожелала. Классная горловинка, все. Вот. И практически мне осталось только вывязать два рукава. Это нужно сделать за эту неделю. Сейчас я, наверное, им займусь, этим процессом. И буду заниматься только им. Пряжа, пряжа. Для этого проекта я использовала пряжу Альпака до Италия. От фирмы Сиам. А здесь 50% Альпаки, 50% Нейлон. В 50 граммах 300 метров. Цвет номер 25. Хотя, по-моему, мы заказывали цвет второй. Вот такие дела. Вот такая пряжа. Пряжа очень мягкая, очень скользкая. Такая-такая комфортная. Вязать из нее приятно. Но знаете, что я заметила в процессе стирки? Вот вы видите, она вот смотрится такая своеобразная. Петельки на ней все такие неровные, какие-то кривоватые. Хотя у меня, в принципе, полотно всегда вяжется ровно. А это вот вы видите, как будто оно еще не стиранное. Хотя оно уже дважды прошло ВТО. То есть основное изделие, вот это вот основное изделие, оно дважды уже про ВТОшено. То есть прошло стирку. Только горловинка пока еще один раз прошла ВТО. Все остальное уже дважды. Но вот такая пряжа, такая вот она интересная. Она вот с такой особенностью смотрится. Хотя я думала, что пушок, он должен скрыть все неровности. А эта пряжа, наоборот, неровности как-то подчеркивает у петель. Не то, что даже подчеркивает, а она их делает, эти неровности. То есть она ровные петли превращает в неровные. Ну вот как-то так. Вот посмотрите. Видите? Петли как-то сами по себе вдруг начинают вот так плясать. Мне кажется, это заслуга в кавычках нейлона. Потому что, ну, не знаю. Альпака, ну что, альпака, она и есть альпака. Вот она альпака, да, вот вспушенная альпака. Или там невспушенная альпака. Она ровненькая вся. Это вот. Вот, вот. Но ничего. От этого джемпер, я думаю, не пострадает. Он будет классный. Он будет носибельный. Он очень приятный к телу. И думаю, что свою функцию он выполнять будет. Вот. Об этом мы еще поговорим. Вернемся к нему. Поскорее я постараюсь сделать рукава. И уже детям отправить посылку. Отправить две жилетки. Коралловую и серую. Отправить джемпер. И отправить варежки. Вот эту посылочку мне надо в первую очередь уже послать. Ну и сегодня, так как очень много было просьб от вас, мои дорогие друзья. Сегодня я решила, пока выходной, пока день достаточно светлый, снять мастер-класс на следочки. Очень многие из вас просили показать, как же это я вяжу вот так следки. Это самые простые, наипростейшие следочки спицами. Вяжутся от мыска. Вывязывается вот этот мысок. Затем вот эта часть, ну как бы, оставляется. И вяжется только подошва. После этого подошва поднимается вверх путем, как пяточкой такой. Набираются снова все петли на спицу. И вывязывается резинка один на один. При этом вот эти центральные петли мыска убавляются. Ну то есть вот такой вот незамысловатый тапочек. Но сейчас я думаю, что такие тапочки можно очень легко связать в подарок на Новый год. Вот пряжу можно выбрать любую. Они очень мало пряжи используют, расходуют эти тапочки. То есть можно вязать даже из остаточков какой-то классной нити. Я эти тапочки вязала из двух видов пряж. А вот эта пряжа, это подаренная Ириной мне. Ирина с канала Счастье Жить Вязать. Ирина, большое тебе спасибо. Это стопроцентная перуанская альпака. Но она у меня тоненькая. Я не знаю, сколько здесь в 100 граммах. Тоненькая нить. Я вязала в две нити вот эту альпаку. И одну нить брала вот этой ауры вспушенной альпаки. Здесь 70% суре альпака и 30% полиамид. Эти... Так, в нет пяти... Цвет номер 803. В 25 граммах, прошу прощения, 225 метров. Очень тоненькая ниточка. И она замечательно подходит под... В подмот эта нитка идет великолепно. Она придает пушистость изделию. Вы видите, какой пушистый стал тапочек. Хотя вот эта нитка, можно сказать, чуть-чуть только пушится. А вот эту всю пушистость придала вот эта альпака. Всего одна ниточка альпаки. Очень здорово пушит материал. Он, видите, такой седой становится. Красота. Вот. Вот. И я сняла мастер-класс на тапочки. Он, наверное, выйдет. Ну, на следующей неделе он точно выйдет. Не знаю, когда. Эти тапочки смотрятся очень невзрачно после того, как вы их свяжете. Но после стирки, когда вы их заблокируете, они будут смотреться очень красиво. Сейчас, конечно, это смотрится не айс. Но, поверьте мне, ну, вот-вот-вот. Вот в нога. И вот так вот они великолепно смотрятся. Я, наверное, сюда и видео сейчас ставлю. Я тут снимала небольшое видео, крутилась. Ну, вот, мои дорогие друзья, я вам рассказала все, чем я занималась в свои выходные. Вот столько, я считаю, что много, достаточно много я потрудилась, повязала, устала, можно сказать. Вот. Ну, сейчас вечер, наверное, начну с расчета рукавов. Сначала вон у меня там кипятится чайник. Мы попьем чай, а потом я продолжу что-нибудь вязать. Включим какой-нибудь фильм и под фильм что-нибудь такое повяжу. Вот так, мои дорогие друзья, я вам быстренько рассказала, чем я занималась, дабы не исчезнуть куда-либо. Вы очень переживаете, когда я не снимаю ролики, поэтому, ну, вот, хоть немножечко я для вас сниму и расскажу. Ну, вот такие мои дела. Ну, и на этой ноте я с вами попрощаюсь. Я желаю вам ровных и легких петелек. Я желаю вам отличного настроения, хорошей погоды, здоровья огромного и мирного неба над головой на всей планете. И все будет хорошо, мои дорогие друзья. Я вас всех люблю, целую и до скорой встречи. Пока-пока.